здравствуйте ребятушки вот и 29 мая настало да по моим 29 мая ну добро пожаловать мой маленький огородик сейчас значит покажу люди там просили короче через некоторое время как будет привит грецкий орех себя чувствовать естественно покажу не лень и как его ну еще еще другие вещи короче виноградный как мой начал пожевать и т.д. и т.п. короче вот это моя картошка ребятушки вот окучили картошку ну где-то недели две назад что ли я уже не помню но он вот вот уже начнет цветы давать короче то есть расцветет вот такие вот пироги ну это кукуруза ребята вот куруза там ну по кругу пойдем короче но в первую очередь покажу вот грецкий орех как он принялся и т.д. и т.п. короче как видим ребята самый толстый черенок всех опережает поняли да вот смотрите что он творит пожалуйста вот ну естественно колушек надо поставить чтобы сильный ветер его не раз это самого понимаете да ребятушки то есть прививали 4 черенка все три принялись хорошо вот пожалуйста вот этот что-то спит но я его скорее всего сорву короче это самый тонкий был вот с этого вот орешника вот соседского эти черенки нормально вот пошли вот пожалуйста ну тут я замечаю каких-то маленьких червячков иногда кушают короче ну листок у него лист вроде горки но ну находятся наверное за это самого не вот вот такой кадр возьмем вот далеко как-то вот вот пожалуйста таки вот пироги учё кто помнит то что я смотрел смородину разве то самого да ну не чем хвастаться ребят потому что без навоза без всего я сажал это думал что с тени на солнечное место пересажу их и будет все чики-пики но но не тут-то белом ну нормально как пойдет на следующий год ну корень за это самуется на новое место естественно привыкнет и т.д. и т.т. ну это у нас свеколочка морковку я вам скажу кто-то сожрал видите да как мало его зашла там еще укроп где-то ну помидорчик у нас на таком стадии ребята вот смотрите видите да вот ну малюсенькие еще и еще скажу ребята что я ничем их не подкармливаю вот этих вот помидорчиков ну вокруг кинза естественно кинзу не трогаем пускай растет поняли да ну чё начнем уже с виноградика ребята это у нас ркацители я тут сажал 10 штук ребята но вот смотрите я-то знал что так оно и будет но как-то получилось так что захожу в огород грязь везде туда-сюда ну дожди шли короче я вот смотрите ребята их обрезал как следует до корни обрезал укоротил взял палку как помидоры сажаем сначала дырку делаю землю потом и его втыкаю понимаете да то есть кучку вот на остальных что наблюдаем почки я не делал ну прихожу недели через 2 я смотрю что где-то пять штук принялись то есть вот у кого у кого листья вот хорошие видите да опять штук что-то спят вот представьте привитое место на 5-7 сантиметров было выше земли еще расскажу ребята у нас если не парафиры и не вара это блин и вот это слово постоянно если без парафина то есть да у нас саженцы обрезанные и тот же день хотим посадить да если надо кучку сделать ребята кучка естественно за это самой их от холода от солнечных лучей я вам скажу еще ребята потому что когда она вот-вот малюсенькие вот сейчас покажу вот начинают то есть давать очки да вот смотрите пожалуйста вот она учим не хороша чем не хороша у это ж кацетели короче значит и от солнца он боится и от холода естественно то есть вот смотрите вот здесь посажена этого это какая-то уберем вот смотрите видите как она солнце как бы боится видите да вот на такой стадии когда она еще можно землей присыпать еще и еще по чуть-чуть короче но я здесь уже где-то два раза уже присыпал землей вот смотрите видите ростки да а верхней посмотрите вот верхней пожалуйста посмотрите видите то есть то что на солнце ребята солнце его жарит нельзя надо кучку кучку надо делать вот здесь посмотрим это то есть те ребята которые не сразу принялись то ли не от холода навряд ли ну от солнца они на это самое вот смотрите на верхнюю почку и от ничего давайте нижние посмотрим то есть когда я заметил что фигня и она не хотела да я сразу присыпал ну здесь кажется опоздал кажется опоздал и она у нас ли не дай бог чтоб она у нас умерла вообще ни одно что ли не дала ни один что он не за это самого с сейчас посмотрим здесь надо осторожно а то так сейчас руку поменяю посмотрим посмотрим и потом при себе опять вот видите надо было сразу окучивать она на солнце вот и и доигралась а конечном итоге вот смотрите вот привитое место все уже спит нафиг видите вот минус один видели на минус один ну при себе на всякий пожарный но уже не думаю что что-то будет обидно то как обидно 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 но ничего ну ничего минус один это ничего ребята значит опоздал тогда присыпать то есть я хотел себе и зрителю в очередной раз доказать что надо почку делать чтобы она солнце не шугалась вот и следующая посмотрим здесь что у нас творится вот эта почка собирается но на а вот 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 пожалуйста видите ребята вот живая вот она видите да присыпали но надо землю как можно рыхлую сыпать ребята естественно короче она ну на солнце ну засыхает блин а вот писал сейчас воду пустил чтобы она за это самого вас хорошо но у раз . уже проснулась ничего страшного как то так короче минус один уже есть вот здесь и штук минус один уже есть это естественно аж бегом ребятушки видите да и тут вот аж бегом пожалуйста посмотрите вот . из кучки налезет что еще у нас тут вот пожалуйста видели да вот она вот пожалуйста видите да и вот пожалуйста значит то что я вовремя не сделал эти если я на остальных ребята тоже кучки не сделал бы считайте что все пять погибли понимаете да вот и все дела вот идет пироги чем я его обрабатываю сейчас покажу через пятый шестой день я в это этот как ее фасоль которая ведется на палочках иногда надо вот так помогать чтобы она на земле не валялась она раз один раз за это самую цифру же лучу вот где мы делали кучки ребята сейчас посчитаем это который мы с наводчиком сажали помните ребята да левый фланг и правый фланг вот посмотрели это у нас усахи лаури вот пожалуйста как он из кучки лезет это у нас сапирали это у нас усахи лаури короче с на одном фланге у нас по 30 штук видите вот есть вот есть здесь что-то спит ну вообще-то вот так ковырять тоже постоянно не советую ребята если она хочет вылезти она вылезет все равно видите вот некоторые так и который сяк ну где-то должна быть час по идее упс ну блин что ты меня расстраиваешь то неужели тут тоже минус а нет вот вот смотрите ребята вот вот нашу очень гейнацию он что снизу блин очень сильно снизу вот видите это виноград еще не начали да она она если присыпем землей вот так вот присыпали то есть есть минусов пока нет есть 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 вот вот только что она нашла тоже вот пожалуйста вот 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 пожалуйста вот арскомус картошка вот пожалуйста и вот пожалуйста вот вот так надо их вот 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 то есть без минуса ребята видите которые которые были вовремя посажены и окучены сразу же без отсечек вот пожалуйста вот вот кстати это как раз тот куст который я отдельно показал то есть называется видео сажаем виноград по грузински или что-то в этом роде короче ну мне естественно все по грузински короче вот 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 кинза и вот ха 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 узах и лауры видите да ребятушки один фланг без минуса сейчас объясню насчет этого дела ребята значит такой маленький за это самого они не надо больше пока они маленькие вот пожалуйста это у нас значит хорошо надо за это самого бутылка чтобы она сначала значит засыпаем медный купорос значит на 1 литр воды делаем 1% они ребята строго 1% для малюсеньких поняли да и как знаем в бордо да бордо называется или бурдо короче бордо там и известь уже готовенький и медный купорос естественно понимаете да вот этим делом я значит вот этим делом я значит как известно он грибковых заболеваний лечит то есть ребята на 5 в крайнем случае на 6 день надо опрыскивать но если дождь в середине где-то в промежутке ничего страшного тоже надо опрыскивать а как вы хотели понял да это один фланг давайте сейчас другой фланг посмотрим и наверное закончится видео раз есть два три то есть без отсечек ребята вот с кучками без отсечек если где-то отсечка значит что-то не так пошло и она спит понял да ребятушки спит то есть проснется короче как мы там сейчас за это самого ли вот вот подозрительный сон подозрительный сон у нас здесь где-то а вот-вот снизу видите вот-вот живой пожалуйста вот она видите верхней ребята как он как-то вот жарко им надо присыпать надо присыпать присыпать наташеньки начали так надо просыпать эту траву ненавижу вот пожалуйста есть вот пожалуйста есть вот пожалуйста даже ложка стоит вот пожалуйста вот-вот малюсенький прощен вольща недель да то есть ребята пожалуйста все 60 штук без отсечек отсечек дай богра спасибо господу богу естественно вот 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 и малюсенький виде как он он от солнца боится боится и все боится и все чуть-чуть присыпем она в земле знаете вот как там укрепляется и потом уже крепкинки выглядывает вот пожалуйста и вот крайний здесь какая-то на гусеница скорее всего сожрала пол листа видите да но я не заметил а то дал бы по морде как следует этой гусенице вот такие вот пироги ребята ну чё по-моему ни у кого сомнений нету что лучше если без парафина сделать окучивать при посадки тем более если не парафиры виновара понял да вот так как то так вот если же заболеет этой войлочным клещом ребята войлочный клещ сейчас покажу то уже надо будет обработать вот это вот оригинал ребятушки вот ну еще не цветет видите да она боль а вот она видите вот как он выглядит это войлочный клещ вот видите вот я его вроде обработал но все равно вообще нет это все равно что-то нехорошо помогает то есть этот коллоидной сырой понял да ребята коллоидная сыра короче вот как она выглядит посмотрите вот это вот войлочный клещ видите она там как этот фигню какой-то строит ну значит надо еще еще за это самовать ну все ребятушки вот такие вот пироги вот так у нас вот за это самуется уже сейчас надо привязать ребята вот виноград вот всех надо за это самовать на проволоке вот так вот смотрите это сюда это туда и что-то у нас получится ребят вот смотрите как она вот смотрите вот это некрасиво естественно да а привяжем вот так и и будет у нас что тогда получится ребят вот как она у нас за это самое ну чё ребята вот такие вот пироги сейчас я этот а еще хочу сказать что когда сильная жара ребята не советую опрыскивать поняли да когда сильная жара опрыскивать не советую вот когда облачно допустим или или вечером можно опрыскивать я сегодня вот надеюсь на облака ну не совсем солнечно естественно обработаю потому что уже четыре дня прошло как я их обработал потом чуть-чуть дождик тоже покопал но чуть-чуть всю не смело то вы наблюдаете что синька еще на на листве короче и сейчас еще обработаю естественно и вот пироги ребят такие вот пироги черешня но она уже поспела короче черешенька поспела ну на это черешни три сорта у меня и желтый есть красный и еще красный покрупнее то есть вот желтый это будет желтый когда он это за это самой и красный и красный вот здесь вот наверху крупные но ему тоже рано вот идет пироги ребят ничего я могу сказать а это всем нашим нашим вторым половинкам ребята вот такие вот пироги ну все пока пока а по щас таможня начнет уже ругать меня и пироги надо делом заниматься а то она горбатится там горбатится вот так вот вот и мои основные грецкие орехи ну чё надеюсь я ничего не пропустил а кто смотрел на грушу да сейчас по-быстрому покажу ребята на каком она стадии грушу уже тоже прививали ребятушки сейчас покажу и все короче да вот она уже такая по 40 сантиметров уже роски у привитой груши видите да вот она молодец аж бегом ра ну все ребят пока пока короче блин я так обломался то что здесь минус один у меня я фигей ура дай бог чтобы он хоть одну почку открыл а то я что-то загрузился блин но нам не привыкать естественно где что-то делается там что-то иногда и не получается и т.д. и т.п. короче давайте все ребят пока пока и попрощаемся на на царском винограде ркацетели ищен гена цвали а